Всем привет, друзья, вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля, если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями, друзья. У нас сейчас снова потепление, сегодня, обещаю, до 15 градусов тепла. Я прохожусь на Сиповическом водохранилище, которое образовано на течении на русле реки Свисович. Вообще, как я вижу, скорее всего, благодаря дамбе глубина водоема регулируется, и все мазки, в принципе, находятся в нормальном доступе. Обычно здесь, в мостках, висят номера телефонов, но мы находимся с той стороны, где я вижу, что их нет. И вроде бы не было никогда. Вот такой вот мосток очередной я нашла. Не знаю, где-нибудь хочу сесть, а где хочу просто половить. О, здесь даже бобры живут, смотрите. Живут хорошие парнишки. Недавно грез, между прочим. Вот такие вот уже, смотрите, красавцы появились. Гриб, кстати говоря. Он, между прочим, он вот еще один вылазит. Он, между прочим, съедобный. Но я, допустим, готовить его, конечно же, не буду. Я знаю, что есть люди, которые их собирают. Вот такие грибочки и их едят. Недалеко они от водоемов обычно растут, там, где затоплено. Вот такой вот красный красавчик. О, а я, конечно же, в белых кроссовушках. Ну что, уже почувствовала весну, думала, надену белую красную. Очень вовремя. Очень. Очень. Субтитры сделал DimaTorzok Словить я буду, как всегда, на фидер свой думчик, если я не обсуждаю, фолжанка с кувертипом. Сейчас пока ставлю полторы унца, надеюсь, что я ее не сломаю. И хочу ставить для унца, потому что если говорят, что рыбунок льет, значит поклевки могут быть совсем бяленькими. Я могу их не замечать, а мне нужна максимально эффективная ловля. Ведь я приехала не на сутки, я приехала всего до вечера, около восьми часов, получается, будет рыбалочка. Вообще у меня три волжанки про спорт, то есть тысяч четыре. Знаете, как я определяю свою? Где самая грязная, это и моя. Ну что, вот такой вот монтаж у меня будет паттерностер. Я уже сейчас отправляюсь на место. С собой у меня будет стульчик, фидер, прикормка, шуруповерт, снасти, садок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и надо замешать прикормку. Сейчас. Получается, у меня, я решила сделать из двух видов корма сегодня закорм. Лещ черный, я его сейчас сама замешала. И еще из димы у меня остался ради лещ холодная вода. Этот лещ я замешала на чесноке. Хорошо, когда есть ведерко и можно вот так вот водички хопача взял и набрал. Слушайте, обратное течение здесь что ли? Обратка какая-то, яма что ли хорошая? Почему? Потому что течение это идет в одну сторону, а мне под мостик вода подливается. Так, короче. Фу, какая вонючая вода, ребят. Фу, какая она вонючая. Значит, беру воду. Помимо того, что вонючая, так еще смотрите сверху маслянистая. Обалдеть. И сейчас мы замешаемся на чесноке. Чесноке туда вот так вот нахлобучим. Оп, чуть не намочилась. Все, ребят, пол дела сделано. Рабочее место почти подготовлено. Уже стоит стульчик. В этот раз я приняла решение взять с собой стул фидер концепт специальный. На который можно даже повесить всякие специальные отвесы. Сюда повешу свою маркизу, столик. Потому что здесь такое место, где сильно не разложишься. Предположительно, я знаю, какая здесь глубина. Вот на этом водоеме в этих местах снимаю. У меня, кстати, клипса как раз нормальная стоит. Вот так помимо, сейчас мы потом... А вот помимо. Угу. 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 Кстати, у меня, ребятковая сумочка. Я еще не успела в ней все разместить. Но вот уже начинаю потихонечку перекладывать все. И сейчас уже нашла вот сейчас интересное место, которое мне наконец-таки понравилось. Которое я нашла сначала, но почему-то решила что-то поперебрасывать, посмотреть. Надо было проверить. Как и что. Вот. Все. Пускай. Семечку в самый низ. Корм получился в томаду. Сюда же я замешиваю светлый корм зимний для холодной воды. как и давил за счетcion. Season 2 миллионов. Много времени осталось сделать. Это приготовить себе наживку. У меня, кстати, есть немножко печи, которая для того, чтобы обозначить кормовое пятно, на дне можно насыпать вот так вот порционно в прикормку. Так, у меня есть мотыль, у меня есть красный опарыш, у меня есть белый опарыш, такой. Есть лиман, есть опарыш в прошлом, который можно нарезать в принципе. Любой нормальный человек, я надеюсь на то, что не придется выпендриваться, и сперва ставлю 0,12 леску. Если что, потом будем, естественно, ее утоньшать. Крючки хочу попробовать такие, вот вчера купила, 3,90 стоит всего лишь. Хочу попробовать, они с тонким цевьем, посмотрим. Крючок с лопаткой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь оборотов. 60 грамм ребят сносит. Рыбка, кстати, выплескивается, причем выплескивается на небольшом от берега расстоянии, где-то на поверхности, на расстоянии где-то метров 15. Солнце. Все. Петля в петлю, цепляй поводок. Так, солнце, не уходи. Я дождя не хочу, ребят, не хочу. Вчера была отличная погода. Сегодня обещали тоже, может быть маленький дождь, хотя маленький дождь. Может положительно сказаться на состояние рыбы, разрезить обстановку, так сказать. Может она начнет клевать. Переберем сначала все комбинации по бутербродам всяким. Мотыль, опарыш, опарыш, мотыль, червь у меня есть даже. Если что, у меня есть запасной план. Если что, я буду ловить либо на удочку, либо на свинюк. Я долго сучаться в закрытой двери не собираюсь. Как-то так. Ну, хотя он там роет. Кто это там роет, интересно. Может ни у кого не клевать, потому что довольно сильное течение. Здесь никогда такого не было. Просто все не приспособлены, наверное, к такой ловле. Единственный правильный выбор, который может быть. Можно попробовать сделать меньшее натяжение за счет того, что забрасывать ближе. То есть подтягивать до тех пор, пока не станет становиться ближе к кормушкам. Это очень интересно. Интересно, она скрочит или нет. Или она остановилась определенно. Как будто отойдет какая-то рыба с вашим договором. Будто отойдет какая-то рыба. Ах гадам. Ребят, сменила точку ловли, сейчас буду ловить совсем недалеко от берега, но здесь у меня нет такой натяжки из-за течения, ничего не сносит. Ну, здесь очень глубоко. Ребятки, наконец-то, первая поклёвка, и первая рыбка походу вышит, сейчас посмотрим, что там идея, я даже не знаю. Будем надеяться, не дергать, а что-нибудь получше. Сейчас посмотрим, давайте по одной чуть-чуть. О, хорошо. О, какая красавица. Хорошие. Ребятки. Неплохие. Хороший. О. О. На двух красных опарышей. Прикиньте? На двух красных опарышей. Интересно. Короче, ребят, я приняла решение на маленький крючок надеть два красных опарыша. И сработало. И вот сейчас вот не добавила в кормушку нарезанного опарыша. А надо было, потому что, может быть, тоже дело в нём. Сейчас вот беру и потихонечку нарезала. Нормальных ножниц у меня, как всегда, нормального ничего нет. Я нарезала, видите, как щипцами. 50 грамм кормушка ребят сейчас стоит. О, получше что-то. Хорошенькое что-то. Ребятки. Поклевка была не шибко сильная, но… Такой вот красавец у меня в руке. А во второй руке у меня крючок в пальце. Восемнадцатый номер Овни. Ну, блин, длинный, конечно, поводок, как обычно. Время. Адвокат. Время. Время. Субтитры сделал DimaTorzok Дебятки, что-то хорошенькое Что-то хорошенькое Ну, ребятки, очередная поклёвочка И я думаю, что это будет всё Субтитры сделал DimaTorzok Такой вот красавец Ещё один За раз Две секунды Ну, это же трохи покрупнее На три опарыша этот всё Хорошая поклёвка была И, ребятки, походу работает Лиманничек Лиманчик И почему-то так Раз Раз Два Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, должен был быть сегодня шашлык Но ваша Юля Вкусный шашлык, который замариновался Что сделала с ним Забыла его дома Поэтому кушает Сало С корбасой Вот, красота Видите, сколько мусора плывёт Это буквально за пару минут собирается На белого опарыша, ребят Не захотела Вот сейчас ставила белого опарика Мусор лучше всегда вот Счащать Счащать Такая вот красота И видно, что ест наш корм Убираю вообще Опарыш Ну, потому что Нужен свеженький, конечно И ставлю Раз Два Счащих Продолжение следует... Судя по всему, рыба проходная. То есть она еще на месте не стоит, она гуляет. Вот такие вот дела. Поэтому она очень редко клюет. Клюет тогда, когда проходит мимо точки. Удержать ее какую-то кормовую базу на месте не получается. Такие дела. Рыба. Лягушка, ребят, поплывала. Смотрите. Ой, ребят, рыба. Е-мое. Слухайте, тянула, даже не поняла, что тяну рыбку. Клюнула на красного парыша за пучком мотыля. О, такая вот ухо какая, ребят, густерень. Офига себе. Это всем густерам. Густера. Густерки, ура, ну, офига. А я, наверное, не видела, как она это сделала. Так. Гляньте, какая хана. Вот такую густерку. Слушайте, одно удовольствие оловить. Посмотрите, какая красота. Вообще, здесь в это водохранилище втекает река Свислоща. Вот на реке Свислоща. Такой густерый валом. И есть даже больше. Я когда-то ночью оставляла за китушки, и мне попалась, на самом деле, такая большая густера, что я думала, что это лещ. Я думала, леща на килограмм поймала, а это была густера. Смотрите, какая красота. Сейчас попробую, ребят. На кучок мотыля. Так. По мере высыхания доувлажняю корм. Что оно вот бывает, пересыпает. И мне кажется, это может влиять на поклёвки. Так. Так. Субтитры делал DimaTorzok Стрех мотыля, ребят, ничего не взяла. Ставлю снова двух красных опарышей. Есть, ребятки, наконец-то. Есть, Виталь. Есть. Хорошая была поклевочка. Так. Ребята, вон паук летит на паутине. По воде, прикиньте. Пауки летают по воде. Ох, густера какая хорошая. Хорошая густера, Костепёровна. Так. Раз, два. Ребятки, если я думаю, что красота у вас не получается, то я уже не чувствую. Нам отдаема никого нет. Да-да-да-да, плохо так не отлавливаемся, ё-моё. Опа. Гляньте, какая красотуля. Какая красота, а. Ну, так. Оп. Красота. Так. Клюнула на двух красных опарышей с... Какой-то был пучочек тут мотыля, непонятно. Ну, клюнула на них. Вот такая рыбалка в очередной раз получилась. Это был весенний Фидер 2023. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok